Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Высший совет безопасности рекомендовал Центр избиркому создать рабочую группу с участием представителей силовых ведомств, которая будет расследовать случаи незаконного финансирования избирательных компаний и конкурентов на досрочных парламентских выборах. Об этом президент Майя Сандо сообщила 28 мая после заседания Совбеза. Способы и средства, с помощью которых осуществляется незаконное финансирование в политике, многочисленны и представляют большую опасность для государства. Речь идёт об отмывании денег, контрабанде, коррупции, фиктивных пожертвованиях, использовании влияния организованной преступности, и это подтверждается информацией, представленной сегодня в ВСБ, заявила Майя Сандо, передаёт Ной МД. Высший совет безопасности постановил, рекомендовать Центральной избирательной комиссии СТАС сдать во время избирательной кампании рабочую группу в составе представителей Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Министерства внутренних дел национального органа по неподкупности и других профильных структур для выявления рисков установления и расследования противоправных действий, связанных с незаконным финансированием избирательных компаний-конкурентов. Презендитура Республики Молдова создаст рабочую группу, которая разработает предложение по внесению поправок в законодательную базу, касающуюся финансирования политических партий и избирательных компаний для обеспечения лучшей проверки финансовых операций, а также предложение по внесению поправок в уголовное законодательство по ужесточению санкций за незаконное финансирование политических партий или избирательных компаний. Незаконное финансирование политических партий и избирательных компаний представляет собой серьёзную опасность для национальной безопасности, подрывая демократические основы общества и легитимность политической власти. Я призываю государственные учреждения, наделённые полномочиями контролировать и расследовать это явление, принять все необходимые меры для борьбы с этим бедствием и обеспечить справедливое и равноправное проведение политического и избирательного процесса. Закон и демократические выборы являются приоритетом», – заключила Майя Санду. Напомним, 28 мая президент Молдовы Майя Санду отменила указ своего предшественника Игоря Дадона, которым Владислав Клима был назначен председателем апелляционного суда Кишинёва. Высший совет магистратуры нарушил юридические процедуры и допустил недопустимый конфликт интересов, предлагая назначить Клима на эту должность, – сообщила Санду в социальных сетях. Президент заявила, что высший совет магистратуры должен пересмотреть принятое решение и что последующие решения должны полностью соответствовать правовым положениям. Этот шаг глава государства сделала после того, как приняла участие в заседании ВСМ. Президент заявила магистрам, что судебная система в Молдове стала угрозой государственной безопасности и уточнила, что дает судьям 30 дней на представление предложений о внесении в законодательство поправок о борьбе с коррупцией в судебных инстанциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова